Намаскарам, Садгуру. Меня зовут Дивьянка Трипати Дахья. Это большая честь, что я могу спросить вас о чём-то. Мой вопрос заключается в следующем. Почему всё запретное так приятно? И как удержаться от подобных соблазнов? Намаскарам, Дивьянка. Кто запрещает вам что-то делать? Что запрещено и что разрешено не являются частью индийской культуры. Это пришло из другого источника. Вы слышали историю об этой глупой парочке, Дивьянка. Я говорю об Адаме и Еве. Итак, когда они не знали, что делать друг с другом, они съели то яблоко. У них было только одно яблоко, и они думали, что находится в раю. Итак, съев это яблоко, они пали. Что люди забыли, так это то, что запретный плод был плодом познания. Считается, что Бог сказал, не вкушайте плод познания, потому что знание запретно, потому что жизнь происходит из осознанности, а не из знания. Сейчас мы накопили все в своей жизни таким образом. Что-то хорошо, что-то плохо, что-то добродетель, что-то грех. Из-за такого рода разделения, из-за такого рода развлечения одного вида деятельности по отношению к другому, теперь у нас есть эти проблемы. Эти высказывания принадлежат людям, которые понятия не имеют, из чего состоит человеческий ум. Сейчас Дивьянка. Если я попрошу вас не думать об обезьянах в течение следующих десяти секунд, сможете ли вы не думать о них? Вы будете думать только об обезьянах. Итак, сама природа ума такова, что в нем происходит только сложение и умножение. Нет вычитания и деления. То есть, вы не можете убрать какую-то мысль из своего ума. Если вы приложите усилия, мысли только приумножатся. Это похоже на автомобиль, в котором все три педали — газ. К чему бы вы ни прикоснулись, он едет только быстрее. И с таким умом кто-то говорит вам «это грех, не думай об этом». Тогда это становится вашей ежедневной работой. Поэтому отбросьте все эти запрещено и не запрещено. То, что является вашей естественной склонностью, делайте это с радостью. В этом нет никакого вреда. И когда вы найдете время, чтобы понять, что является вашей естественной склонностью, поверьте, вы не будете делать ничего чрезмерно. вы увидите, что все встанет на свои места, как и должно быть. Сейчас в умах людей маленькие вещи стали большими, просто потому, что они пытаются избежать их. Такова природа ума. Вы будете думать только о том, о чем не хотите думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова